Здравствуйте, мои дорогие ребята! Я рада вас приветствовать! У нас урок чтения. Мы с вами на прошлом уроке познакомились с произведением Малыш и Карлосон, который живет на крыше. Первую и вторую часть мы с вами прочитали и закрепили. Сегодня продолжаем работать. Проходим третью часть. Перед вами ребус. Буквы поменялись местами. Вы догадаетесь, какие слова там спрятались? Правильно, ребятки! Это Малыш и Карлосон. На прошлом уроке вы должны были ответить на вопросы «Чем необычен Карлосон?» И вы ответили «Карлосон – это толстый человечек, который умеет летать благодаря пропеллеру на его спине». Вы должны были ответить на вопрос «Где живет Карлосон?» И вы с легкостью вспомнили, что Карлосон живет на крыше. Читаем все вместе. А человечек за окном тем временем замедлил ход и, поравнявшись с подоконником, сказал «Привет! Можно мне здесь на минуточку приземлиться?» «Да, да, пожалуйста!» – поспешно ответил Малыш и добавил «А что, трудно вот так летать?» «Мне ни капельки!» – важно произнес Карлосон. «Потому что я лучший в мире летун!» «Но я не советовал бы увальню, похожему на мешок с сеном, подражать мне!» Малыш подумал, что на мешок с сеном обижаться не стоил, но решил никогда не пробовать летать. «А как тебя зовут?» – спросил Карлосон. «Малыш, хотя по-настоящему меня зовут Сванте-Свантесон. А меня, как это ни странно, зовут Карлосон. Просто Карлосон и все!» «Привет, малыш!» «Привет, Карлосон!» – сказал Малыш. «А сколько тебе лет?» – спросил Карлосон. «Семь!» – ответил Мальчик. «Отлично! Продолжим разговор!» – сказал он. Затем он быстро перекинул через подоконник одну за другой свои маленькие толстенькие ножки и очутился в комнате. «А тебе сколько лет?» – спросил Малыш, решив, что Карлосон ведет себя уж слишком ребячливо для взрослого дяди. «Сколько мне лет?» – переспросил Карлосон. «Я мужчина в самом расцвете сил! Я больше тебе ничего не могу сказать!» Малыш в точности не понимал, что значит быть мужчиной в самом расцвете сил. Может быть, он тоже мужчина в самом расцвете сил, но только еще не знает об этом. Поэтому он осторожно спросил. «А в каком возрасте бывает расцвет сил?» «В любом!» – ответил Карлосон с довольной улыбкой. «В любом!» – во всяком случае тогда, когда речь идет обо мне. «Я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил!» Он подошел к нижней полке Малыша и вытащил стоявшую игрушечную паровую машину. «Давай запустим ее!» – предложил Карлосон. «Без папы нельзя!» – ответил Малыш. «Машину можно запускать только вместе с папой или Боссе. С папой, с Боссе или с Карлосоном, который живет на крыше. «Лучший в мире специалист по паровым машинам – это Карлосон, который живет на крыше!» «Так и передай своему папе!» – сказал Карлосон. Он быстро схватил бутылку с денатуратом, который стоял рядом с машиной, наполнил маленькую спиртовку и зажег в фитиль. Хотя Карлосон и был лучшим в мире специалистом по паровым машинам, но денатурат он наливал весьма неуклюже. И даже пролил его так, что на полке образовалось целое денатуратное озеро. Оно тут же загорелось, и на полированной поверхности заплясали веселые голубые язычки пламени. Малыш испуганно вскликнул и отскочил. Итак, ребятки, мы прочитали с вами третью часть. В этом тексте нам встретилось странное слово – денатурат. Откройте, пожалуйста, свои тетрадочки и запишите лексическую работу. Денатурат – это смесь этилового спирта с небольшим количеством метанола и керосина, предназначенная для технических целей. Но без разрешения взрослых брать такие баночки в руки, играть с ними или использовать ни в коем случае нельзя. Об этом говорил нам Карлосон. Записали? Молодцы! Давайте составим характеристику наших героев. В нашем рассказе два героя – Малыш и Карлосон. Всеми известные нами герои могут обладать как положительными качествами, так и отрицательными качествами. Вы согласны, ребята? Конечно! Давайте с вами узнаем, какими же положительными качествами обладал наш Карлосон. Вам понравился этот герой? Чем понравился? Наверное, потому что Карлосон находчивый, остроумный, веселый, ведь с ним не скучно совсем, дружелюбный и общительный. Правильно? Согласны? Но есть в нем и отрицательные качества. Мы их тоже запишем. Карлосон любит прихвастнуть и преувеличить. Карлосон обманывает, не моргнув глазом. Он проказничает. Он очень доволен собой. Он эгоист и любит только себя. Он бесцеремонный, потому что берет без спроса чужие вещи. Он упрямец и всегда делает все по-своему. Запишите в тетрадочке положительные и отрицательные стороны героев. Допишите свой вариант, если вы заметили. Теперь поговорим о малыше. Малыш – мальчик, который живет со своей семьей. Вам понравился этот мальчик? Конечно! Давайте разберем положительные качества. Положительные качества – это хорошие качества человека. Итак, наш малыш добрый. Он не может долго обижаться. Он заботливый. Он отзывчивый. Но у каждого героя есть и отрицательные качества. Давайте подумаем, какие могут быть отрицательные качества у нашего малыша. Он очень доверчивый. Он постоянно позволяет себя обманывать. Он терпит бестактность Карлосона, сестры и брата. Потому что малыш – очень тихий, скромный, воспитанный мальчик. Он легко поддается чужому влиянию. Мы с вами прочитали произведение «Малыш и Карлосон» третью часть. Дома я прошу вас еще раз самостоятельно прочитать это произведение. Внимательно и ответить на вопросы. Что случилось, когда Карлосон взял бутылку с денатуратом? И перескажите понравившуюся вам часть. А еще лучше, если вы нарисуете вашего героя и пришлете нам свои рисунки. Мне интересно было работать на уроке. Надеюсь, и вам тоже. Спасибо, ребята, за внимание. Наш урок окончен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова